друзья привет у нас очередной эксклюзив мы стоим на blue waters это новый остров в дубае сзади нас прекраснейший вид на gbr на дубай марину это будет я думаю одна из самых крутейших локаций в дубае здесь на этом острове колесо обозрения и сегодня мы вас познакомим с ребятами из питера которые открывают здесь ресторан кетчап это очень популярная сеть в россии и они добрались уже до дубая давайте смотреть что у них получилось всем привет добро пожаловать на blue waters остров наконец-то остров открыт остров доступен официально открыт мост 1 ноября мы ждем гостей приходите очень красивая локация очень красивое место расположения особенно рекомендую вечером шикарный вид вы можете погулять и в скором будет огромное количество классных кафе и ресторанов ну что давайте зайдем внутрь добро пожаловать в кетчап наш первый этаж ну ничего себе ресторанчик ребята это будет что-то нечто когда ты слышишь название ресторана кетчап первое что приходит на ум это кетчуп и ассоциации следующие что это какой-то фастфуд какой-то ресторан ну бургерное типа фрайдеса я не знаю но когда мы сюда выпали я просто в шоке это невероятно красивый ресторан с офигенным дизайном с очевидным просто видом и я вам очень завидую потому что вы одни из первых кто увидите вообще этот ресторан изнутри он еще не открыт открытие будет 15 числа 15 ноября и это эксклюзив вы первые можете сюда попасть отведать кухню от бренд-шефа александра бельковича коктейли и все для вас это дубай дедка эдгар здорово как дела дорогой андрей привет привет ну что рассказываю как ты сюда попал что за ресторан что ребята добро пожаловать в кетчап дубай давайте наверно вам проведу коротенькую экскурсию расскажу как и что откуда вообще эти идеи появились и когда уже можем принимать гостей давай поехали рассказывай мы находимся на втором этаже это наш лаунж эрия диджейский пульт мы планируем делать тематические вечера проводить крутые вечеринки у нас в планах очень крутой лайн-ап именно мы хотим вести классных молодых диджеев так что всех очень ждем и надеемся что будет у нас очень весело я тебе скажу что ресторан просто очень красивый правда хочу это отметить и кто дизайнер кто вообще создавал эту красоту создали эту красоту бишопы это бишоп дизайнер дизайнерская компания это очень крутые ребята наверное вы слышали про сеть отелей w это их авторский дизайн также ресторан зума ничего себе размах но да вы себя позиционируете уровень зума я бы не сравнивал нас наверно не зума не с кем-то другим мы все-таки хотим быть концептуально эксклюзивные и мы стараемся остаться максимально далеко от файндайнинг а то есть мы очень конкурентно скажем так простые в нашем концепте в нашей ценовой политики то есть наш клиент это может быть и простые молодые ребята студенты и так же скажем так довольно таки крутые бизнесмены понятно ясно ну давай окей показывай ваше владение так давайте да начнем тогда ну первое наверное что самое крутое это конечно же шикарный вид это наш персидский залив вы видите джибиар дубай марина вид просто вид шикарный так что ребята это плюс с первого ноября остров доступен пешком вы можете воспользоваться пешеходным мостом и вы можете в любое время суток попасть на остров отлично я думаю что эти столики будут очень дорого продаваться на новый год это в процессе это в процессе эту информацию вы скоро узнаете мы как раз на следующей неделе у нас собрание с ребятами мы будем разрабатывать новогоднее новогоднее меню и мы надеемся что все желающие попадут к нам это наш lounge это наш lounge area с крутым балконом с открытой террасой мы планируем поставить очень крутые шиши это медуза шиша те ребята кто знаком вообще с кальянами шишами это очень интересно разработка дизайнерской стороны все медуза шиши очень уникальные это ручной работы и чешское стекло знаменитого богемия завода чешского так что я думаю что это тоже будет очень красиво очень интересно и они очень классно на самом деле да да это так это наш бар но вы застали нас в таком процессе в расплох процессе работ но раз уж так давайте эксклюзивно андрей для твоих зрителей примерно осталось 45 дней мы делаем последние заметки и меняем внутренние постройки бара чтобы это было максимально удобно кстати про бар это настоящий камень это лава стон да это камень это лава стон он очень дорогой но он очень круто выглядит кстати ты затронул тему денежную расскажи пожалуйста вот вообще в целом да какие расходы вот на blue water на сколько здесь стоит аренда вот сколько стоит например аренда в месяц либо в год для такого заведения да то есть насколько ценник отличается там не знаю от марины от джибиара то есть я так понимаю что это новый эксклюзивный островы тут наверно это подороже будет чем да если мы говорим вообще про blue water что это такое это это очень крутая локация что в ней крутого это колесо обозрения вскоре откроется самое большое в мире колесо обозрения оно называется дубай ай на сегодняшний день самое большое колесо обозрения в лондоне дубайское колесо дубай ай будет в два раза выше в два раза больше так что мы все с нетерпением ждем открытия этого события и соответственно я думаю каждый турист который попадет и приедет дубай он обязательно должен попасть на этот остров огромным магнитом на этот остров это была одна из причин почему мы здесь и почему мы именно выбрали эту локацию потому что ну наверно не секрет твоим подписчикам что все-таки в ресторанном бизнесе первое это локация локации локации так что мы выбирали только исходя это место по локации из-за того что это будет таким магнитом при который будет притягивать туристов и огромное количество гостей будет попадать на остров мы одни из самых первых кто планируем открыться на этом острове потому что ребята еще в таком очень скажем так в средней стадии процесса вы увидите вокруг на острове еще мало кто открыт уже открылись самые первые наши соседи мы наверное будем вторыми по цене и по ценовой политике это наверное всех интересует аренда это мирасовский вообще проект у мирас довольно таки строгая ценовая политика в зависимости от локации в зависимости это место имеет ли возможность получить алкогольную лицензию или нет так как мы алкогольный концепт и мы на первой линии с шикарным и прекрасным видом соответственно это самое дорогое место аренда здесь стоит 2 миллиона 400 в год сколько за квадрат у нас получилось 550 квадратных метров на два этажа 2 миллиона 400 тысяч но если в долларах так сейчас попробую вспомнить свои математические способности 700 тысяч долларов 700 тысяч долларов в год да я хочу сказать что за что вообще платят да то есть мы привыкли вот странах снг да люди просто там комплексы они берут огромные деньги но большинство их оседает вот как раз в их прибыли здесь немножко ситуация другая компаниями раз чем слать тем что она умеет привлекать народу свои концепты они создают подобного рода небольшие городки внутри 2 и потом за счет правильного правильной рекламы правильно маркетинга они развивают эту тему и привлекают огромное количество туристов резидентов и прочих гостей соответственно ресторан когда находится в одном из комплексов мирас он автоматически может рассчитывать на то что потоки гостей будут и их основной задачей просто научиться удерживать и сделать их лояльными гостями я прав абсолютно абсолютно правда мирас это очень крутая организация чтобы кому это вообще интересно мирас не подчиняется государству они напрямую дают отчеты администрации шейка мухаммеда и наверное как вам известно шейк мухаммед это главный человек и главное лицо вообще дубая а также он является премьер-министром дубая дубая эмират вообще откуда название кетчап а что он означает мне он довольно такое странное название первую очередь да наверное так и есть и когда гость слышит название игру слов это вообще игра слов и конечно же первая ассоциация это кетчуп это всем известный кетчуп который мы используем в еде идея появилась все игра слов кетчуп кетчап кетчап это кетчап что встречаться общаться вместо встречи вместо встречи которая вообще бренд сам вырос и и появился в санкт-петербурге в россии молодые ребята с бизнеса с именно с ресторанного бизнеса это николай матвеев саша белкович ребята которые пришли с кухни которые имеют большую большие скажем так навыки и огромный опыт как повара они решили открыть маленький маленькую бургерную уютный ресторан в спальном районе санкт-петербурга и в очень скором времени место стало супер популярным и люди просто ехали туда ездили со всего города и вот так в принципе вырос этот бренд и соответственно получил при пришел момент когда надо было вкладывать в бренд и развивать этот бренд и так выросла на сегодняшний день я в санкт-петербурге 7 ресторанов кетчап также два ресторана в москве один ресторан в ростове и вот это первый международный проект именно дубай и сейчас процессе я думаю конце месяца также открывается один ресторан клуб в китае ничего себе за четыре года довольно как быстрая экспансия даже за границей открываться . вот а сама сама идея кетчапа это вообще мы позиционируем себя как городской ресторан очень доступный по интерьеру не скажешь но наверное это мы очень старались остаться далеки от файн дайнинга и не не испугать наших гостей вот каким-то дорогим интерьером но в то же время мы хотели сделать максимальный уют и что-то такое неординарное что такое что-то такое необычное что все таки ну людей осталось крутое впечатление вот в принципе идея в том а если про концепт про меню наверное 30 процентов нашего меню это домашние бургеры это очень очень вкусные очень качественно очень крутые бургеры мы сами печем хлеб у нас очень крутой кондитерский цех у нас свои домашние десерты и другая часть меню это абсолютно контемпорары современная кухня где каждый наверное может найти что-то по своему вкусу понятно как ты вообще попал проект я знаю что ты довольно давно уже живешь в дубае да много в каких заведениях работал как ты попал в этот проект это интересная история в дубае я уже 11 лет вообще я в бизнесе в госпиталите бизнесе уже восемнадцать лет наверное да мой карьерный рост начался когда мне было 17 лет и я закончил школу я жил в литве в городе в вильнюс это столица литвы и у меня появилась возможность уехать учиться в лондон я поступил в университет и ну наверное как мечта каждого студента и каждого подростка который только что закончил школу уехать за границу учиться работать зарабатывать какие-то деньги и я устроился на первую работу я устроился мойщиком посуды я неделю мыл посуду было это были адские такие вечера для меня было то есть ты работал и учился да я учился и по вечерам после университета я устроился хотелось зарабатывать какие-то карманные деньги вот неделю я как вспоминаю до сих пор меня грузили огромными прямо кастрюлями сковородками это надо было все мыть здравить и через неделю я попросился чтобы меня взяли официантом помощником официанта и я попал так на завтраки в отель я работал наверно полтора года это был на victoria station если честно я не вспомню название даже отеля но это был английский отель я там проработал полтора года именно сервис сервировал и работал подготавливал завтраки потому что у меня получалось совмещать с учебой так как завтрак это такое рано утром я помню в пять утра мне приходилось вставать много было бессонных ночей и после до после завтраков они заканчивались в 10 мы я бежал в университет друзья у нас в гостях еще один гость сегодня это александр пелькович это успешный предприниматель талантливый шеф-клор и просто хороший человек спасибо привет рад с тобой лично познакомиться да взаимно и первый вопрос такой нежданчик кем ты себя на сегодняшний день позиционирует что больше шоумен телеведущий либо же шеф-повар интересный вопрос вот на самом деле я всю жизнь был шеф-поваром моя любовь всегда лежала кулинарии кухни я много времени провел на кухнях разных стран мира и так далее всегда был таким прям шеф-поваром вода потом так сложилось в течение времени что я стал скажем так трансформироваться немножко в такого наш бизнесмена то есть я начал понимать как строится ресторанный бизнес и как строится ресторан подетально то есть не просто что касается кухня вот именно знаешь вот самого начала до самого конца сейчас уже больше себя позиционирую как ресторатор то есть я пришел из должности шеф-повар перешел в новое направление мне нравится именно понимать как строится ресторан немножко там отвечает за дизайн за пиар там за маркетинг но все-таки конечно моя мой профессионализм моя любовь кулинарии она преобладает над всем я считаю себя таким полнейшим специалистом в этой сфере потому что я реально понимаю что такое вкусная еда вот но что я много путешествую посещая самые топовые хорошие рестораны и всегда это дело потому что раньше я по работе прям ездил там страны заезжал то есть посещал кучу ресторанов мне оплачивала моя компания мои огромные счета вот эти по ресторанам я постоянно находился в поиске еды в поиске вкусов новых концепций там идеи то есть я раньше был такой прям совсем фанатик то есть меня удивляло все я когда попадал в новое место я прям знаешь там фотографировал все мы ходили с женой вдвоем она мне подсвечивала блюдо я помню вот мы в дубае кстати находимся я помню что когда я приезжал в дубай у меня был такой знаешь паназиатский тур то есть это было но был хакасан зума хакасан был не помню уже был бы я помню хакасан а сам был там был да он закрылся потом закрылся до вчера кстати в новый сходили будабар оку ресторан но такие знаешь самые такие паназиатские да и все вот мы сидели за небольшим столиком женой и все нормальные люди заказывают там почти ну типа первый первый стартер там у меня курс вот а мы брали там типа 20 блюз на пол меню пол меню просто они такие типа вы уверены что вы вдвоем это съедите мы такие яйца гейт мы рестораторы давай неси я раньше еще я помню еще и фонов нормальных не было знаешь как мне там жена у меня был фотоаппарат со вспышкой и мы каждое блюдо четко фотографировали со всех сторон такие гости все а там значит это интерьер темно вот я разбирал блюдо по деталям то есть я разбирал и пытался потом сделать что-то подобное в россии когда мы открывали рестораны то есть я приезжал с разных стран там из таиланда приеду сделаю тайское меню из дубая приехал сделал там паназиатская поездок и там тебе приходили новые идеи как конечно да да так и было все и кругозор расширялся это нужно делать тем кто в этом бизнесе кстати твой канал же специально для тех кто поэтому те кто в этом бизнесе друзья учитесь развивайтесь ходите больше по ресторанам обращайте внимание на детали на важности это не обязательно я раньше думал что если я занимаюсь как бы топовыми рестораны должен только в топовых разбираться вот сегодня как раз эдгару сказал зашел в шикарную кофейню с утра просто куча народа очередь и вроде как бы это не ресторан но я понимаю что там может быть денег гораздо больше чем ресторане не может быть а так и есть вот это круто то есть вот обращаю сейчас стало обращение внимание на какие-то маленькие такие концепты сетевые всегда есть что подчеркнуть интересно это важно поэтому надо как бы учиться тренировать свой мозг если хочешь быть ресторатором нужно учиться обращать внимание на детали потому что ресторан и бизнес он состоит из деталей и каждая деталь должна четко отработана тогда успех супер как ты попал вообще в шоу бизнес кто тебя заметил и вообще оказался на 3 но я всю жизнь хотел стремился то есть я бы не был такой знаешь шеф-повар который стоит в четырех стенах и готовят и все я всегда хотел делиться я всегда любил общаться с гостями всегда хотел там рассказывать о себе то есть не скромняга я такое всегда было мне это нравилось это мое это мой характер и я всегда к этому стремился то есть я начал писать там кулинарные книги сделал там свой сайт когда это еще не было особо популярным то есть и у нас профессия шеф-повар она в россии она так себе ну то есть шеф-повара они 5 лет назад стали там крутыми из там стали становиться знаменитыми раньше на них никто не обращал внимание это было неинтересно и шеф-повар это чувак колпаке как бы который готовит и все остались с владимиром мухиным общались недавно и он тоже вот сказал что это классно что подчеркнул основная сейчас задача то что развивать и не популяризировать в россии вообще профессию шеф-повара что это круто сейчас это очень модно и популярно не просто там когда ты говоришь шеф-повар какой-то бузатенький дядечка колпаке добрый добрый и злой на кухне шашлычки шашлычки да сейчас это приобретает прям такое модное течение до шеф-повара появляются там называть все татухи подкачиваться такие прямо секси до секси шеф-повара не но это важно конечно это развивается плюс но как бы в европе в америке там где-то за границей это уже развито давно россия она только недавно до этого дошла но если например сейчас сравнивать уровень ресторанов которые там в москве то можно смело я не знаю мишленом выдать нескольким просто ну и не только да те же white rabbit group те же мухин делают такие проекты что просто уши заворачиваются очень классные и появляются новые шеф-повара талантливые рестораторы то есть реально вот если в москву вот кто не был в москве например да для иностранного рынка вот так приехать посмотреть что там творится очень много для себя подчеркнуть то есть развивается в россии рынок рестораны развивается и быстрыми темпами и произошел просто такой скачок мне кажется такого резкого скачка развития ресторанной культуры ни в одной стране не было все было постепенно у нас просто знаешь какой-то и этому помогло очень сильно санкции 14 год когда вот этот хлынулись санкции когда импорт перестал раньше все покупали импорт и не парились вот а потом как бы раз мы уже поняли шеф-повара то есть я помню этот момент когда такой раз я уже не могу половину продуктов купить которую мне в меню ровно за один день это все закончилось и мы стали думать использовать свои продукты русские локальные вот пошла правильная тема от развития ресторанной культуры вот это это санкции они дали такой мощный толчок и сейчас конечно картина абсолютно другая вот четыре года прошло это поднимает производство повышает говорится отечественные продукты до спрос конечно продукты и сельское хозяйство гастрономии тогда раньше было невозможно привести там морепродукты и рыбу там сахалина потому что она вся уходила на импорт сейчас очень много ресторанов закупают оттуда логистика самая главная логистика то есть все раньше просто не было что далеко там но откуда то есть стали фермы появляться развитие сельского хозяйства шеф-повара начали использовать нашу рыбу морепродукты и овощи свои какие-то и иностранцы к нам приезжают и удивляются что за морожка у вас там такая что там за облепиха что это вообще за ягоды ну и всякими такими классными штуками выделяется ну да шоу-бизнес я всегда любил делиться мне нравилось я потихонечку то есть я всегда хотел в телек попасть у меня была мечта вот прям реально прям вообще мечта всю жизнь мечтал и прямо вот видел себя там и мне это по характеру очень близко то есть я не строю себя кого-то и не играю я такой какой есть на телевизоре поэтому мне просто с этим и просто сниматься не боюсь камеры я как бы такой какой он есть на самом деле и это была моя мечта прямо вот вот здесь сидела вот всю жизнь к этому стремился и я там наш меня там в одну передачу пригласили а рад пошел там здесь на какие-то местные каналы поучаствовал маленьких шоу там на первом канале с ну короче на первом канале с королевой как это все началось вот и повар да там окей извини если я обусловлю да там один из многих в россии вот как обычному повару вдруг попасть в телек но я вот я я рассказываю уже был необычным ну ты знаешь я всегда был такой дружелюбно открытый это мой плюс на что дух муры там какой-то неуверенный все человек не попадет либо человек с другим характером кому что надо мне это близко поэтому меня получилось я вот и я я вот рассказываю что я начал одно второе третье телевизор по чуть-чуть там здесь и каждый раз там сниму шоу здесь сниму 7 гривенка вы классный парень а так классно снимается редакторы продюсеры подходили со всех там стенд а потом не сделали предложение на канал стс кто кого на кухне была передача я был там типа звезды готовили у них соревнования было вот я был типа шеф-повар который помогал им судил там и так далее вот я снялся и ко мне подходит говорят блин продюсеры стс подходит говорит у нас сейчас выходит мастер-шеф джуниор то мастер-шеф дети это то что гордон рэмзи ведет вот там в америке вот мне говорят мы хотим чтобы ты был один из ведущих там три человека это был вот это был самый мощный скачок потому что за границей если ты ведущий мастер-шеф дети тебя знать ну ты все селебрити знают абсолютно все в россии чуть с этим не так потому что не все смотр смотрели это шоу но это был прям мощный скачок то есть вот я снялся в этом в двух сезонах и с этого началась моя телекарьера уже знаешь в таком статусе профессионала вот и на серьезном уровне потому что мастер-шеф это все-таки мастер-шеф это это дорогая по продакшену программа это международный концепт это известная программа во всем мире то есть если ты ведущий мастер-шефа в италии например тут тебя знают все как самого крутого как футболиста там знаменитого там итальянского вот а потом соответственно мне предложили свое кулинарное шоу вот сейчас она идет на стс уже пятый сезон снимаем называется просто кухня это вот мое чисто кулинарное шоу я 30 минут один в кадре готовлю еду и там самый главный концепт что это шоу для народа то есть вот для всех жителей российской федерации я не готовлю там кита мидии непонятные ну то есть а это формат супермаркета то есть для любого человека это доступные понятные продукты ингредиенты фишка еще что там определенном бюджете мы работаем вот и не дороже 100 рублей за порцию по себестоимости но из доступных продуктов поэтому это шоу просто она сейчас бьет но она самая рейтинговая шоу утреннего телевидения российского то есть вот все кто с утра смотрит телевизор по субботам вот самый большой процент в данный момент смотрит шоу и рейтинги бесподобные каналы стс стс да мы оставляем ссылку внизу да в описании будет название шоу и ссылочка пожалуйста подписывайтесь смотрите учитесь готовить из обычных продуктов вкусную простую еду стс каждую субботу 10 утра просто кухня эдгар все же как ты из лондона попал в дубай это произошел произошло совершенно случайно я получил предложение от общих знакомых в дубае заниматься концептами дизайном ресторанов и кафе и это было ровно 11 лет назад а почему почему для меня например до лондон я считаю все но это столица ресторанной индустрии до дубае тем более 11 лет назад однозначно только начинал развиваться что было фактором принятия решения почему-то решился приехать наверное я взял все на том этапе что мог и собрал все возможные знания находясь и проводя пять лет в лондоне и все-таки наверное для меня пришел момент этап открыть для себя что-то новое и дубай был абсолютно другим миром абсолютно не новым это арабская арабская культура новая культура новый рынок и я когда первый раз сюда попал он все-таки произвел на меня огромные впечатления и я для себя тогда сказал вот это мое место и я все-таки я хочу здесь провести дольше время не затронули вопрос да то есть как-то попал вообще в кичах это было ровно год назад меня нашли ребята по общим рекомендациям от шеф-повара с которым я бывший работал в предыдущем проекте и также некоторые ребята рекомендовали меня как человека который знаком с эмиратским рынком с дубайским рынком мне удивительно 11 11 лет в дубае это уже почти локал да и на тот этап я все-таки сделал взял какую-то паузу я сказал себе я не буду больше ни на кого работать и я занялся своим бизнесом это десертный кафе и я перед этим уже полгода этим занимался я получил возможность и место в одном из дубайских проектов это алсив марса и это было все в процессе и на данном этапе прилетели ребята акционеры кетчапа я выслушал предложение это было интересное предложение но все-таки я не был готов к этому но когда я меня пригласили в россию в москву и в питер и я вживую увидел продукт я вживую увидел концепт кетчапа я в него влюбился и я понял что мне очень интересно быть в этой организации мне очень интересно работать с этим продуктом и конечно же выводить его на иностранные рынки и развивать вот так я оказался здесь это первый наш проект заграничный довольно таки кетчап довольно таки вот крутой по дизайну довольно таки дорогой проект по инвестициям и он долгосрочный проект ни в коем случае мы знаем что он не откупится за полгода и за год как ты думаешь вот сколько нужно времени чтобы купить такой проект но если смотреть реально на сегодняшнюю ситуацию два с половиной три года это при условии что запускается колесо и конечно же остров полностью функционирует хороший вопрос хороший вопрос я бы тоже очень хотел знать когда планируется запуск колеса но не раньше чем две тысячи двадцатый уже хорошо позитивно что открылся сам остров и в принципе это новая локация сейчас сезон самом разгаре ноябрь месяц поэтому говорится это новая мекка будет ресторанная и вообще как отдельная достопримечательность который да можно посмотреть на часть красивейшего город дубай обязательно и знаете ребята да на данном этапе если перед этим у нас большая была надежда все-таки на колесо на проект на данном этапе я думаю это эксперимент для нас мы только зависим от самих от самого нашего проекта от нашего опыта вложенные энергетики энергии и души и мы очень вас ждем у нас в гостях и нам очень интересно ваше мнение и ваши отзывы и я очень надеюсь что наши гости полюбят нас таких естественных настоящие какие мы есть влюбятся в наш концепт им понравится наш меню и они будут нашими постоянными гостями я не сомневаюсь что кетчап дубай станет очень популярным и успешным проектом очень красивый дизайн отличная команда и не сомневаюсь что очень вкусная еда приходите в кетчап welcome такой вопрос где ты черпал знания твоя база знаний я знаю что ты долгое время работал с шеф-поваром айзеком корея пять лет по моему да если не ошибаюсь ну пять лет да что ты подчеркнул какую базу основ знаний кулинарных ты приобрел работая с ним большую это был такой знаешь фундамент мощный вот здесь вот рядом колесо обозрения самое высокое строится вот если ему сделать мощный фундамент то колесо будет крутое вот у меня был мой фундамент это был айзек то есть если бы у меня была другая школа я бы сейчас не был таким мне кажется вот а он просто был шеф-повар из Нью-Йорка Нью-Йорк это большое яблоко где собран весь интернешнл мира то есть там и Азия и Индия и Европа ну там все вот и если ты шеф-повар из Нью-Йорка ты чаще всего умеешь реально готовить всю кухню мира ну по чуть-чуть но умеешь готовить и вот он приехал в Москву когда там покорял он Москву я помню же там был классным шеф-поваром я попал к нему таким поваренком дилетантом без опыта работы в столице я половину даже продуктов не знал как называется то есть я приехал вообще зеленый лишь бы дайте работу деньги простой парень с простой семьи из провинции приехал там начал работать вот и у меня видимо характер был такой знаешь всегда спортивный пробивной и я очень ответственный это мои вот такие знаешь важности которые помогают мне идти по жизни вот и очень самодисциплина у меня развита замечательно просто я всегда себя пинаю под зад и заставляю идти дальше никогда не ленюсь и двигаюсь вот и я начал работать работать и я еще такой знаешь педант на кухне у меня все было по правилам по полочкам я через два месяца стал су-шефом в ресторане уже и плюс в ресторане было в ресторане было много разной еды со всего света потому что он вот он из Нью-Йорка я там на одного научился второго третьего то есть я собрал такую базу не просто там знаешь шеф-повар итальянец вот я макароны готовлю а здесь я там не знаю там пиццу готовлю вот а я бы умел как бы все в общем готовить потом меня четыре года отработал в жестком режиме в жестких рамках еще плюс американская система ты знаешь в россии всегда раздуты штаты сотрудников потому что зарплаты маленькие всегда так было всем удобней в америке и в европе уже давно все стало на места конкуренция плюс высокие стоимости оплаты труда поставили все на места и люди работают и создают бизнес так чтобы это было рентабельно с точки зрения не переплачивать для персонала и вот уазика была такая система я научился там ебашить работать как надо вот жестко и тяжело и потом я когда стал уже меня пригласила компания гинза project я отработал 12 лет сначала шефом потом бренд шефом в компании гинза project 12 лет вот они меня пригласили я через москву уехал в сан петербург и уже начал работать там в должности шефа потом бренд шефа в большом холдинге ну и на открывал много разных ресторанов концептов и там уже вот там началась такая реальная школа то есть моего опыта хватило чтобы быть шеф-поваром большого ресторана в сан петербурге 21 год мне был вот а потом я вот начал путешествовать ездить смотреть то есть мы даже у нас было такое что например стейкхаус открываем саша едет в нью-йорк в майами там не знаю там ходит по лучшим в чикаго по лучшим стейкхаусом америки приезжал туда уже с концептом со знаниями там отработав шеф-поварами приезжал туда например там через месяц и создавал картинку с точки зрения ну то есть я отвечал за кухню вот правильный концепт и вот так вот развивался учился да это очень важно при открытии любого бизнеса даже не только ресторанного правильно изучить концепт который вообще придумали изучить конкурентов мировых локальных поездить посмотреть протестировать да и потом только открывать конечно конечно это очень важно при том самое интересное если вдруг даже нет финансовой возможности это сделать что например то что касается ресторанного бизнеса шеф-повара они могут написать иностранным шеф-поваром шеф-поварам и они с удовольствием их примут к себе на стажировку как делали все крутые шеф-повара которые вот вы сейчас видите которые у всех на виду все так делают то есть ты написал все на билет заработал любой шеф-повар любой повар может себе заработать на билет самолет написал договорился о стажировке месяц где-нибудь не знаю в номе вот тебе шеф ответил приезжай поможешь и все они сэкономили на ЗП потому что ты стоишь помогаешь но все это видишь расширяешь кругозор а тебе только билет купить главное не лениться думать ну любить это понимаешь если ты чувствуешь что это не твое то не надо заниматься она чем-то другим заниматься главное не обманывать себя самообман вообще здесь и как бы тогда ничего не получится в Гинзе ты был уже в какой-то момент бренд-шефом правильно то есть ты контролировал несколько заведений и не в одном городе вот поделись своим опытом как возможно находясь не находясь точнее в заведении вести контроль и поддерживать качество на должном уровне отличный вопрос красавчик это все это ты знаешь это то что меня даже вот сейчас заботит вот больше всего вот вот кетчап мы его открываем через несколько дней я уеду вот я буду так переживать вот пока приеду просто в какой-то момент я все брал на себя пока была возможность а потом начал учиться делегировать чтобы был рост надо людям доверять и учиться делегировать вот но нужно правильно поставить процесс чтобы ты понимал что после тебя будет правильное течение вот это было сложно и психологически сложно знаешь жизнь заставила когда ты курируешь несколько ресторанов но тебе как-никак приходится доверять шеф-поварам и твоей команде вот а потом ты понимаешь что если ты например там постоянно диктуешь что делать и так далее знаешь вот я так любил делать я понимаю что у людей иногда пропадало творчество потому что есть лидер который как бы давил их своим там да определенными там знаниями там каким-то и люди сами не могли расслабиться и показать какие-то результаты вот но меня никто не учил этому то есть я к этому пришел сам и сейчас я понимаю что людям надо немножко там по-другому да как-то где-то надо больше делегировать полномочия давать вот вот тогда от них будет ждать результаты иногда кстати вот сейчас сотрудники удивляет вообще просто расскажи вот были факапы когда ну там ты делал ставку на определенного человека да топ-менеджера шеф-повара су-шефа ну а он тебя реально подставлял а это ты знаешь сейчас уже даже не про кухню это сплошь и рядом происходит в данный момент в нашем бизнесе легко ты начинаешь потому что мы расширяемся ты начинаешь работать с одними людьми они оплаты на деле либо не профессионалы либо просто нечестные вот но это реальности бизнеса поэтому это было это б или того происходит это будет происходить это неизбежно вот но чем крупней ты становишься тем все-таки тебя начинают окружать более профессиональные хорошие люди и потом появляется со временем entire бизнес все больше и больше со временем появляется возможность скажем так все-таки уже заранее отсеивать тех кто к тебе не подойдет То есть, заранее понимать, что человек профессионал, ты его взял, что, я не знаю, там, узнать всю подноготную про человека, ну, и понять, может ли он работать, там, на данной должности. Какие человеческие критерия, качества тебе важны при подборе команды? Любой, ну, я не буду их по порядку, по значимости называть. Но самые важные, да. Но самые важные моменты, это, я считаю, что люди должны быть честные. Это для меня самое главное. У меня вот воспитание с детства, меня учили быть честным, не воровать, не обманывать и так далее. Блефануть где-то можно, там, просто ради чего-то, там, где-то, где-то. Но, я не знаю, для меня, например, своровать деньги из бизнеса или увидеть какой-то такой случай, для меня это самое страшное. То есть, я с такими людьми сразу расстаюсь, вот прям сразу же. Это первое, быть честным. Второе, любить свое дело. Это вопрос к самообману. Если ты сама себя обманываешь и не любишь то, чем занимаешься, то нифига не получится. Это и будет искусственная вся история. Она рано или поздно лопнет и ничем хорошим не закончится. Ну и обязательно самодисциплина. Потому что, если у тебя нет факторов, которые тебя подпинывают, то сам ты, в общем-то, не сдвинешься с места. Поэтому должен быть внутри тебя твой личный руководитель. То есть, ты должен сам собой руководить. Это важно, воспитать себя в такого мини-начальничка своего же. Вот эти все факторы, если они есть, если ты любишь свое дело, ты станешь профессионалом. Если ты честный, значит, у тебя все будет правильно. И ты никогда не попадешь и будешь честно работать и открытой, ничего не бояться. И третье, что я там сказал? А, и вот самодисциплина, понимаешь, самое важное. Вот эти три фактора сделают из тебя профессионалы. Поэтому надо в себе это воспитывать. Отлично, зафиксировали. Такой семейный вопрос. Ты много путешествуешь, тем более сейчас вы открываете уже в разных странах и страны. Как ты поддерживаешь этот баланс семья-работа? То есть, семья путешествует с тобой? Либо же, если нет, то как вы поддерживаете вот эту тесную связь семейную? Тоже хороший вопрос. Чувствует, понимает, что болит. Поготовился. Чувствует, что болит. Ну, у меня вообще с тайм-менеджментом проблемы жесткие сейчас. Потому что бизнес разрастается. И прямо и шоу-бизнес, и бизнес, и семья, двое детей, и жена, любимая, красивая. Понимаешь, это все требует временных затрат и ресурсов. А в сутках всего лишь 24. Да, это проблема, честно говоря. Вот именно вот что касается, ты про семью затронул вопрос, это прям проблема. Прям проблема. Но я стараюсь, когда в России, стараюсь максимально больше уделить внимание семье. То есть, жене, там, я не знаю. Вот сейчас, например, здесь я, там, на неделю приехал в Дубай, да, там, подготовиться к открытию. Вот, я жену все-таки пригласил, она приехала. Сейчас она с подружкой разъезжает, там, по-моему, на машине. Потому что все равно ты работаешь. В принципе, она то с тобой, скажем так, в одной стране, но ты-то на работе, а она... Да, не, ну, мы рядом, понимаешь, спим вместе, по крайней мере. Это важно. Вот, семья там, но у них тоже свои дела, там. Дочка, там, ходит в теннис, ходит в садик. Вот, сын растет спокойно, там, себя хорошо, себя чувствует. Вот. Я считаю, что это неизбежно. То есть, я психологически и жену подготовил, и семью, и себя подготавливаю. Это проблема. Но я стараюсь больше уделить внимание, когда у меня есть время. То есть, в России, там, уделить внимание, побольше понаходиться с семьей, повоспитывать и так далее. Но других вариантов нет, если ты хочешь все успеть, хочешь развиться, как бы. Ну, у меня такой путь, понимаешь. Я не родился королем, вот. И как бы, ну, раз меня это захватывает, но я все равно такой, знаешь, игрок. То есть, если бы я был такой семейный ленивый лодырь, я бы сидел дома и не двигался. Ну, либо развивался там на локальном рынке, грубо говоря. Мне все-таки тоже нравится вот это быть, знаешь, человеком мира, поэтому и семья меня в этом поддерживает. У нас там любовь, суперотношения, дети. Проблема, она просто проблема. Хотелось бы больше быть вместе. Вот. Но это неизбежно. Они понимают, для чего это. Я говорю, блин, я хочу нашу семью на новый уровень вывести, как бы, понимаешь. Я хочу, чтобы мои дети учились там в хороших местах, чтобы... Кто это сделает? Я из простого города простой парень, да. Ну, как бы, если не двигаться дальше, я этого, ну, этого не произойдет. И я их тоже этой энергией заряжаю. Они говорят, давай, папа, молодец. Заведение очень красивое, довольно большое, да. Сколько здесь посадочных мест планируется? 108 на данном этапе. 108 посадочных мест. Это с улицы, правильно? С террасой, да. Скажи, пожалуйста, так как канал о бизнесе, давай поговорим немножко о цифрах. Сколько вы планируете зарабатывать с такого объекта, да, чтобы было понятно? Планы, конечно, всегда должны быть поставлены максимально успешно. И так как мы находимся в туристическом месте, в крутой локации, мы очень зависимы от сезона, и мы очень зависимы от главного объекта притяжения, это колеса обозрения. Соответственно, мы очень ждем, когда будет открыто и запущено колесо. И как только это произойдет, я абсолютно уверен, что будет огромный поток посетителей и туристов, и также местных жителей. И планы у нас, ну, если мы говорим про дирхамы, то в среднем 2 миллиона в месяц. Это где-то 500-600 тысяч долларов в месяц. Оборот. Вот сейчас многие из наших подписчиков услышали, да, цифру 600 тысяч долларов. Ну, как бы, это огромная цифра, но, ребята, вы поймите, что это доход, да, это просто общий приход денег, которые получают рестораны. И давай вместе с Эдгаром мы разберем, то есть, что, какие расходы, да, ежемесячные есть, и в итоге в процентном соотношении, то есть, что мы имеем в конце. Да, ты абсолютно прав, Андрей. Это такая красивая цифра, и, наверное, многим это покажется, что, вау, все, надо идти открывать рестораны, что все звучит так классно. Да, но на самом деле, ребята, перед тем, наверное, вообще, как нырнуть в этот бизнес, и вообще, если вы хотите, у вас в планах начать открыть свое кафе даже для начала или ресторан, очень хорошо подумайте. Все-таки, я думаю, ресторанный бизнес, он самый неблагодарный бизнес, он очень тяжелый. Ну, тебе тоже известно, ты был в этом бизнесе. Здесь важна каждая мелочь и каждая деталь. И если, например, в Европе и в России там другие законы и другие платежи, то в Дубае это все почти в 2 или в 3 раза дороже и выше. И расходная часть, она огромная. Расходная часть, она огромная. Давай разберем вот по пунктам, по частям, давай. Вот на какие основные затраты мы можем поделить общий фон затрат? Ну, скажем так, наш P&L, что такое P&L? Это Profit and Lost, да, это... Точка безубыточности. Точка безубыточности. Мы всегда делим на основные 3 части. Первая – это закупка и расходная часть на продукты. Она делится на еду и напитки. Если у вас концепт с алкоголем, то он делится на неалкогольные, а алкогольные. В лучшем, скажем так, в самом красивом сценарии она должна не превышать 25%, максимум 30%. Если вы превышаете себестоимость ваших продуктов, то есть это ваш кост, кухни и бара, вы выходите из 30%, значит, я рекомендую вам пересчитать, пересмотреть вашу маржу, вашу ценовую политику, потому что быстрее всего, что вы пойдете и понесете убытки, и вы не будете зарабатывать. Это очень важно. Соответственно, если мы говорим про наш концепт, мы стараемся держать в среднем процентально 25%. То есть это ваш вектор, затраты на закупку еды и напитков должны быть 25%. Совершенно так, и это, наверное, основная часть успеха также. Поэтому, ну, тут, конечно же, сразу возникает вопрос, а какого качества эти продукты? И, соответственно, мы очень тщательно прорабатываем свои меню, мы все-таки стараемся максимально выдерживать цену и качество. Хорошо. Закупка продуктов первая. Первая. Что второе? Второе – это персонал, это payroll, это затраты на ваш персонал. На заработную плату, правильно? Это заработная плата, и она составляет, наверное, 30% всей расходной части. Это, я знаю, что в Дуба еще по закону нужно предоставлять жилье, да, оформлять страховки и так далее, прочие расходы, транспорт. Это уже включает или, наверное, это еще отдельно идет? Payroll включает в себя все вместе, потому что это, соответственно, это зарплаты. Плюс это расходная часть. Компания в Дубае обязана предоставить рабочие визы, социальные гарантии. Это страховка, это жилье, а также транспорт. В Дубае, чем отличается Дубай, чем он привлекателен для многих молодых ребят, и кто приезжает в Дубай и хочет заработать, компания должна позаботиться о жилье и транспорте. Ясно. Принято. 30% еда, максимум 25-30%. В вашем случае это 30% фонд заработной платы и все, что вы должны предоставить для персонала. Что будет третьим блоком? Аренда. Аренда. Третий блок – это аренда. Если вы являетесь собственником помещений, то вам очень повезло. Тогда у вас быстрее всего будет намного все проще. Но в большинстве вариантов все-таки это аренда помещений, которая составляет, наверное, последнюю, третью часть. То есть, в общем, если все сложить на сегодняшний день, мы можем взять, как пример, наш ресторан. Расходная часть составляет около 900 тысяч дирхам. Грубо говоря, это 250-300 тысяч долларов. Только расходная часть. И на данном этапе пока нет потока людей, но мы будем нести убытки. Это минус. Это минус, потому что только благодаря потоку гостей и, скажем так, рабочим часам, так как мы будем открыты с утра до вечера. Это завтраки, это обед, это ужин. Мы можем, в принципе, вместе создавать оборот и как-то покрывать всю расходную часть. Это называется break-even. И потом уже выходить в какой-то плюс. Но вот почему я и говорил, это неблагодарный бизнес. Не забывайте, у вас же еще есть инвестиционная часть. Вы вкладываете огромную сумму денег, чтобы это все создать, построить, открыть. И основной, конечно, вопрос, когда это все откупится. Да. Хочу добавить, что для людей, которые работают в ресторанах, не владеют ими, а работают, я хочу, чтобы вы понимали и уважали владельцев этого бизнеса, потому что вы получаете ежемесячно зарплаты. А инвесторан, владельцы бизнеса, они вложили определенные деньги, определенный фонд в открытие этого бизнеса. И даже когда вы уже получаете свои зарплаты, эти люди еще только возвращают вложенные деньги. И их прибыль, которую они планируют, они могут начать получать только через несколько лет после открытия и работы успешного бизнеса. Поэтому, как говорится, уважайте своих работодателей и людей, которые дают вам возможность работать вот в таких прекрасных местах. Короткий вопрос, короткий ответ, окей? Москва или Питер? Москва. Бургер или пицца? Бургер, конечно. Рене Рдзепри или Азы Корея? Оба красавчики. Но одного надо выбрать. Блин, не могу. Здесь ответ оба, стопудово. Договорились. Ну, это тяжело, это люди, блин, и оба крутые, понимаешь. Один, тем более, мой учитель, а тот, чего добился. Как я могу здесь отдать четкий ответ? А тот заочно учитель, да? С собой мы бы по пивасику бы бахнули. Зафиксировали. Ресторан Кетчап или ресторан Белка? Это то же самое, что и первый вопрос, понимаешь. Так в этом и фишка. В этом и фишка. Выбрать надо одно. Не могу ответить. Ты как, знаешь, жена этот, сын или дочка? Понимаешь? Сын или дочка? Выбрать надо одно. О, сложный вопрос. И то, и то, да? И то, и то, да. Хорошо. Че, все, да, плит закончился. А че ты думал, оно сейчас? Блин, нет, че думал, оно еще каверзный, да. Я Ален. Ну че, пошли посмотрим ресторан? Да, пойдем, конечно. Ну что, ребята, сейчас мы заглянем в Кетчап внутрь и мы покажем, что там творится, а там очень интересно. Ну че, погнали? Еее! Еее! Давай сюда. Я вам покажу изнутри, понимаешь. Снаружи-то вы сами все увидите, а вот внутрь вас никогда не пустят. Пойдем, я покажу, пока есть такая возможность. Так, ну здесь уже Эдгар все рассказал, да? Да, пойдем, пойдем. Вот, сейчас происходит, сейчас происходит подготовка к открытию, потому что сегодня тестинг у нас для инвесторов, для партнеров, для супергостей. Вот, вся команда, смотрите. Еще в нем есть? Да, конечно. Хотите? Мы родители вообще есть. Смотри, здесь сервис-бар, здесь будет движняк, уже подготавливают разные коктейли безалкогольные, все будет вкусно. Команда на готове, смотри, все собираются, чистят тарелочки, приборчики. Это, кстати, это, кстати, наш проект-менеджер Джунь. Джунь, это он построил крутой рестик, поэтому он профессионал своего дела, знайте его в лицо. Он строит крутые рестораны. О, уже десертики. Пойдем, пойдем на кухню. Так, здесь мойка, это эксклюзив, да, здесь мойка. Мойка большая, чтобы посуда мылась чистой, чистая и была прям качественная. Вот. Здесь тоже ребята делают заготовку. Ёма сколько людей, ничего себе. А, да, это еще ничего, ничего, еще больше будет. Это просто самое начало. Сейчас еще кухня совсем сырая, ничего, ничего не лежит по полочкам. Все, вот только два дня кухня работает, поэтому легкий бардак, но мы должны сюда заглянуть. Пойдем дальше. Все, здесь самые, это будут самые вкусные слайдеры. Смотри, это булочки, фирменные булочки. Это своя пекарня. Это своя пекарня. Здесь каждый день пекутся свежие хэнмейд-десерты, делаются свежие булочки для наших крутых бургеров. Да? Да. Да. А ну-ка заглянем сюда. Так, что там? Нет, здесь уже ничего нет. Все, торты были. Вот так вот. Здесь, смотри, десерты, печеньки режутся, бисквитики. Там медовик стоит, самый вкусный в Дубае будет. Тесто-место, вот все на местах. Повора работают. Пойдем, пойдем, зайдем пока. Пока гостей нету. Парни, парни. Все, там горячий цех, здесь тоже горячий цех, но вот эта зона исключительно для приготовления самых лучших бургеров в Дубае, а там делаются горячие блюда. Все. Ну и раздача. Открытая кухня, она принесет свои плоды. У нас все повара красивые, форма четкая и готовят красиво и эффектно. Поэтому это определенная фишка, потому что гости все будут видеть поваров на открытой кухне. И это, знаешь, такое доверие. Да. Саш, расскажи, а сколько должен по времени готовиться бургер в среднем? Да быстро. Пять минут бургер готов. Пять минут. Все, это зависит от толщины котлеты. Если бургер больше, котлета толще. Вот. Все от котлеты, а остальное все готовится быстро. Важно ли соблюдать определенную линейку, чтобы собирать его вовремя? Конечно. Это целая технология. Здесь ингредиенты, здесь жарится заготовка. Короче, сделать правильно качественный бургер, это очень тяжело. Можно приготовить какое-нибудь суперкрутое гастрономическое блюдо. Но правильно сделать бургер, это особое умение. И мы держим эти все умения, у нас они есть, и мы готовы показать Дубаю самые вкусные бургеры. Отлично, уже захотелось. Привет. Ну что, все, наверное, нет, бэк. Давайте сделаем для подписчиков нашего канала какой-то приятный бонус от кетчапа, что мы можем предложить? Ну, мы уже, на самом деле, ты нам сказал, чтобы сделать, мы уже подготовили кое-что. У нас есть беспрецедентное предложение для подписчиков канала Съедобный Бизнес по промокоду Съедобный Бизнес мы вас угостим до конца ноября с самыми вкусными десертами в Дубае. Они у нас вот здесь. То есть приходите, говорите Съедобный Бизнес и получаете десерт-подарок. До конца ноября акция действует. Классно? Давай. GM зафиксировали? Согласен, зафиксировали. Крутой десерт, да. Промокод и бесплатный десерт до конца ноября, да? До 1 декабря. Съедобный Бизнес. Официально, ребята, мы будем открыты с 15-го числа, так что у вас ровно 2 недели, даже 15 дней, прийти и получить бесплатный десерт. Отлично, ставим лайк, подписываемся на ребят, в описании будут оставлены ссылки на их инстаграм. Отлично. Еее, огонь! Жарай огонь. Я знаю, что ты выпускаешь на днях новую книгу. Давай разыграем. Давай так, первый, кто напишет в комментариях, сколько всего кетчапов на сегодняшний момент открыто, первый человек, тот получает книгу, последнюю книгу, как называется? Просто кухня. Просто кухня от Александра Бельковича. Да, да, дарим книгу, так что пишите. Крутую книгу. С подписью обязательно. Обязательно. В следующий раз приеду в Дубай, привезу лично. Надеюсь, будет не в... Через 1 год? Не, не, совсем скоро. Отлично, зафиксировали. Продолжение следует...